В Приднестровье появились правила и ограничения для средств индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи. Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения. Теперь у средств индивидуальной мобильности обязательно должна быть тормозная система, звуковой сигнал, фара и габариты. Детям от 7 до 14 лет разрешили ездить на самокатах по пешеходной и велосипедной дорожкам, по тротуару и в пределах пешеходных зон на транспорте не тяжелее 35 килограммов. Важный момент. Водители, передвигающиеся на СИМах по пешеходной дорожке, тротуару или другим зонам, подвергающие опасности или мешающие движению пешеходов, например, при скоплении людей на массовых мероприятиях и так далее, должны спешиться или ехать со скоростью, не превышающей скорость пешеходов. Если самокат тяжелее 35 килограммов, кататься на нем можно только взрослым. Можно по дороге, по обочине или по правому краю проезжей части. Обгон или объезд слева для такого транспорта запрещен. Скорость СИМов ограничивается правилами в 25 километров в час. Нарушителей правил на средствах индивидуальной мобильности будут наказывать так же, как других водителей. В правилах дорожных движений появились и новые знаки. Так выглядит знак «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Еще один новый знак «Зарядка электромобилей». Электромобиль и гибридный автомобиль тоже добавили в правила дорожного движения. В ПДД установлен запрет на остановку транспортных средств на островках направляющих и островках безопасности. Также запрещено оставлять в транспорте на время его стоянки или парковки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствии совершеннолетнего лица. Для пассажиров автобусов без ремней безопасности, в том числе маршруток, ограничили скорость до 70 километров в час вне населенных пунктов. На приднестровских дорогах появится новая разметка синего и зеленого цвета. Синяя разметка значит, что парковка платная. На каких участках будут применять зеленую краску еще обсуждается, пишет МВД.